В эпоху катастроф и потрясений обещанного рая страстно ждут, но вот гулаг по всей земле рассеял костями ставшими творцов великих смут. Нам Солженицын и Шаламов показали, нутро машины адской краснозвездной, не выработка норм в затылок залпы, а помнились мечтатели, да поздно, и даже видеть страшно на экране, смотреть на гибель неизвестных нам, лишь ворон каркает в разбитом храме, и стекла выбиты из перекрестя рам. Что ждет сегодняшних птенцов пожелтороты, куда потянут грешников-младенцев? Придется соглашаться и не глаголать против, затянута петля, и некуда нам деться. Слепых котят, хотят ли не хотят, опять душить топить на живодерню. Вопрос, за что раздетое допят, завидует тому, кто станет мертвым? Пример Израиля и ряд его пленений, здесь близкой точностью сурово просвещает, что за неверие, родится где-то Ленин, заговорит затворник и молчальник. Пророчества стучатся по мозгам, в дома врываются пришельцами с наганом, свою вину, чтобы искренне признал, как худо, нет спасения от поганых. Неотвратимо ждется повторение, с последствиями худшими сто крат, в грехах катастрофически стареем, и на лекарства зряшено столько трат. С великим воплем надобно припасть к Иисусу, обещавшему расправу. Он сам безвременный, да выжит нашу страсть, как живут солому и сухие травы. 22 августа 2007 года.